Друзья, всем привет! Сегодня третий выпуск стартап-шоу Челлендж Тур. Напоминаю, дорогие зрители, стартап-шоу Челлендж Тур – это отборочный тур основного стартап-шоу. Стартап-шоу проходит шесть раз в Москве и два раза в Дубае. На стартап-шоу выступают только те проекты, которые смогли пройти отборочный тур, стартап-шоу Челлендж Тур, а инвесторы бьются рублем за право в них инвестировать. В каждом эфире проходит народное голосование. Именно подписчики нашего канала в течение всей недели голосуют за стартапы и тем самым определяют их дальнейшую судьбу – попадут ли эти стартапы на большую сцену стартап-шоу или нет. У наших инвесторов появляется уникальная возможность своим голосом добавить очков наиболее интересному стартапу и тем самым пригласить участника отборочного тура на большую сцену стартап-шоу. В этот раз мы подготовили еще больше подарков для наших подписчиков. Начиная с сегодняшнего дня и далее каждую неделю мы будем разыгрывать здесь в ютюбе по 5 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей в нашем инстаграме и по 5 тысяч рублей в фейсбуке. Эти деньги можно будет потратить на индивидуальный пошив рубашки бизнес-стиля у нашего друга и партнера по стилю Василия Мунтяна. Также с сегодняшнего дня мы разыграем по 2 тысячи рублей и по 2,5 тысячи рублей в ютюбе, в инстаграме и фейсбуке. Ну что, друзья, не ожидали? Да-да, вы не ослышались. Суммарно мы разыграем 28,5 тысяч рублей. 2 тысячи рублей вы сможете потратить на романтическую прогулку по Москве-реке от наших партнеров Флотилия Рэдисон Рояль. И 2,5 тысячи рублей на тайский массаж от наших партнеров Клуб на Патриарших. Все, что от вас нужно будет, это поставить оценку каждому стартапу, подписаться на наш ютюб-канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и оставить профессиональный комментарий. В инстаграме и фейсбуке подписаться на страницу группы стартап-шоу и оставить комментарий под выложенным фото с этого эфира. Все это мы рандомно разыграем в нашем инстаграме в режиме лайв, а пока у вас есть целая неделя, чтобы все это выиграть. Так что голосуйте, пишите свои комментарии, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Предлагаю запастись попкормом. Мы начинаем. Погнали! В эфире стартап-шоу Челлендж Тур. С вами я, Дарья Мартыненко. И сегодня мы рассмотрим наши очередные проекты, которые выйдут у нас по скайпу. Первый проект – это «Шкабура Иван» «Сканер Тревел» «Туры онлайн с дисконтом». Второй проект, который у нас выйдет по скайпу – «Сергей Шутов» «Автоматический модульный магазин инжиниринг будущего». Третий проект – «Сергей Черецкий» «Строительство торгового комплекса». И последний, четвертый проект, который будет у нас сегодня в эфире по скайпу. Это «Яков Роков» «Проект ТЭС» «Сервис персональных водителей». Вот такие уникальные, интересные проекты у нас будут. А кто их будет отсматривать? Сегодня у нас в гостях Алмаз Аблухаиров, ведущий аналитик фонда «Функубатор». Алмаз, добрый день! Да, всем привет! И Александр Пустовит, директор по развитию фонда «Иди.ру». Привет! Александр, приветствую! Привет! Так, у нас Алмаз Аблухаиров в эфире первый раз в этой студии, поэтому, Алмаз, вам слово. Расскажите про ваш уникальный фонд «Функубатор». Чем вы занимаетесь? В кого инвестируете? Да, всем привет! Наш фонд «Функубатор» – это фонд, вкладывающий в фантех проекты. Фантех – это дополненная виртуальная реальность, это киберспорт, это музыкальные, видеопроекты, гейминг или онлайн-комьюнити. Мы вкладываем в проекты, находящиеся на пассивной или предпассивной стадии. Это когда есть команда, когда есть продукт, когда есть первые метрики либо растущей аудитории с хорошей возвратностью или признаки монетизации, которые можно повторить и масштабировать. Ну, точка. Вот и все? Точка. Вот и все коротко и понятно. Спасибо, Алмаз. Александр, вы у нас не первый раз в эфире. Ну, расскажите, по итогу 2018 года, что, как вы закрылись, да, ваш фонд, и как начали 2019? Какие ваши цели и задачи? Восемнадцатый год закончился для нас очень круто, потому что мы смогли заключить сделку, на которой я работал более полугода. Мы проинвестировали в сингапурский стартап, который организовал там бывшие основатели Рокетбанка. Вот он здесь Рокетбанк продал и уехал. Вот, была сложнейшая сделка, но очень крутая, очень много работы, поэтому весь январь, в принципе, мы отдыхали после этого. И сейчас мы снова втягиваемся вот в такую очень активную работу, поэтому вот я снова здесь, я ищу проекты, и давайте несите их мне скорей. Отлично. А 2019 год, что принесет вам? Принесет нам? Цели и задачи, да. Цели и задачи? Мы очень пристально смотрим Европу и США. И сейчас мы будем искать проекты оттуда, скажем так, с двойным рвением. То есть российские проекты мы тоже смотрим, естественно, но все больше нас тянет в сторону... Международные рынки. Да, 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 туда. Долина, долина, да. Спасибо, Александр. Ну что, друзья, вот такие у нас уникальные инвесторы, представители фонда edi.ru и фонда Funcubator, поэтому, не теряя времени, мы ожидаем сейчас по скайпу наш первый стартап. Мечтаете об идеальной сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит? Наша уникальная технология «Умная мерка» — лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт «Рубашка на заказ.ру». Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку «Курьер» бесплатно доставит лично в руки. «Рубашка на заказ.ру». Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. Прям вот, пожимая ручки. Добрый день, Иван. Да, добрый день. Привет, Иван. Здравствуй. Я вас не вижу почему-то. Да, вы нас не будете видеть. Самое главное, вы нас слышите, вас увидят зрители в эфире, вас видят инвесторы. Это самое главное. Поэтому, Иван, у вас три с половиной минуты. Вы включаете демонстрацию экрана, и мы внимательно вас слушаем. Здесь уже, так сказать, ваши минуты выступления. Хорошо, спасибо. Все для вас, да. А потом мы зададим вам вопросы. Ну что, поехали? Да, поехали. Так, ну, меня зовут Шкарба Иван. Наш проект Scanner Travel — это агрегатор пакетных туров. Наш сервис позволяет в режиме реального времени подобрать, не выходя из дома, любой тур, оплатить его онлайн и, соответственно, отправиться в путешествие с выгодой для себя. Значит, на данный момент модель потребления туристических продуктов такова, что 92 процента пользователей обращаются в классические турагентства, так называемые около метро, да, и, соответственно, это неудобно. Это тратит ограниченный ресурс временной, у потребителей отсутствует возможность сравнивать предложения рынка и, соответственно, это приводит к дополнительным финансовым затратам. Какие решения предлагаем мы? Это, во-первых, возможность, не выходя из дома, найти и сравнить предложения на туры от ведущих туроператоров. Раз. Это прозрачное ценообразование без каких-либо дополнительных комиссий к стоимости пакетного тура. И наша выгодная дисконтная программа, которая позволяет получать скидки, копить кэшбэки в реальных деньгах на нашем бонусном счету. Значит, алгоритм сервиса простой, выбираются параметры путешествия, подбирается выгодный тур, оплачиваются карты, получаются документы на электронную почту и человек справляется отдыхать. Значит, касательно рынка, на данный момент рынок пакетных туров составляет порядка 320 миллиардов рублей, при этом только 8% из них продаются онлайн. 92% продаж пакетных туров приходится на обычные онлайновые турагентства. Соответственно, из той доли, которая продается онлайн, 11 миллиардов рублей, то есть всего 25 миллиардов рублей, из них 11 – это продажи существующих агрегатов, и порядка 14 миллиардов рублей – это продажи самих туроператоров. Значит, а оставшиеся 92% – это, соответственно, продажи обыкновенных турагентств, через которые в России насчитывается порядка 14 тысяч. Всего ежегодно реализуется порядка 4,4 миллиона турпакетов, в составе которых порядка 9 миллиона человек отправляются на отдых. Значит, касательно экономики. У нас бизнес-модель агентская, то есть наш доход формируется из вознаграждений, которые туроператоры нам выплачивают через наш сервис. Размеры вознаграждения варьируются от 6 до 12%, в зависимости от оператора, направления и типа предложения. Средний чек 85 тысяч рублей, соответственно, LTV с клиентом порядка 5100 рублей. Значит, стоимость при лечении, на данный момент, мы продажи запустили только в октябре, у нас стоимость при лечении выше LTV составляет за январь месяц 7,5 тысяч рублей. Мы, естественно, планируем поэтапно снижать этот показатель. По конца года планируем достичь показателей в 3,5 тысяч рублей при лечении одного клиента. Значит, как я уже говорил, 92% туров продаются через существующие классические турагентства, и мы в них видим основных конкурентов, потому что потребитель идет именно туда. Вместе с тем на рынке уже работают определенные агрегаторы туров, релевантные нашей модели, список которых можно видеть на экране. Значит, ну, про плюсы-минусы, я думаю, в рамках дискуссии мы сможем пообщаться. Плюсы-минусы нас и конкурентов. Значит, текущая стадия. Мы запустили в октябре продажи, у нас уже есть оборот, есть продажи, полные данные мы готовы заинтересованным лицам предоставить. Значит, у нас более 1100 уже зарегистрированных пользователей, вот за прошлый месяц объем трафика 12 тысяч уникальных пользователей, это вот за январь 2019. Значит, в соответствии с нашей финмоделью, по которой мы движемся и которой придерживаемся, мы планируем пройти точку безубыточности в декабре текущего года. У нас сформирована команда, нас 13 человек, это разработчики, естественно, вот на фото посередине и справа это два ключевых, один отвечает за фронт-энд, другой за бэк-энд. Значит, это служба поддержки, это контент-менеджеры, это маркетолог, это SEO и это SMM. Собственно, вот это костяк нашей команды и планируем мы привлекать, на данный момент имеем потребность при лечении не менее 20 миллионов рублей, но готовы за это 15-процентную долю соответственно передать потенциальному инвестору. На данный момент продукт разрабатывался, продукт продвигается на собственные деньги, мои личные и моих партнеров. Спасибо за внимание, готов к вопросу. Отлично, Иван, спасибо вам огромное. Возвращайтесь к нам. А ты суваживайся. Да-да-да, супер, мы вас видим. Ну что, кто первый? Александр, Алмаз? Ну, наверное, Алмаз, он у нас первый раз в эфире, поэтому Алмаз, давай. Да, сразу у вас. Сколько у нас минут? У нас минут, я буду вас ориентировать. Хорошо. Иван, спасибо за презентацию. Да, спасибо. Туры действительно популярная тема, и первая ассоциация, когда я увидел проект перед нашей сегодняшней передачей, это была онлайн-версия чип-трипа. Вопрос номер один. Самое главное, насколько реализуемо сделать сходящуюся экономику. Ты сказал, что у тебя средний чек, lifetime value точнее, это 5100 рублей. Вопрос. Имеется в виду это вообще за всю жизнь пользователя или с одного тура? С одного тура, конечно. С одного тура. Конечно. Возможно ли увеличить Алтыви? Или это как закон физики, против физики рынка не попрешь, и определенная сумма на рынке ограничена сверху? В целом возможно, но если потребитель будет пользоваться дополнительными услугами, например, продажа страховок, то есть от невыезда, от потери багажа и так далее. Если потребитель заказывает визы, то есть визовую поддержку мы будем оказывать. Какие-то дополнительные продукты, экскурсии, к примеру. Но на данный момент у нас фокус конкретно на продукте, на продаже самих туров. Соответственно, дополнительную монетизацию мы можем подключать по тем продуктам, которые я сказал. То есть такие как страховки, экскурсии. Но на данный момент рынок такой, что есть средний чек, соответственно, есть комиссионные вознаграждения, которые у туроператоров, в зависимости от операторов, варьируются. И средняя арифметика, она примерно такая, что 5100 рублей мы будем иметь с одной продажей. То есть ваша главная задача, минимум, как я понял, это снизить сумму привлечения пользователя с 7000 до 5000 хотя бы. Совершенно верно. Это ваша стратегия? Мы уже это делаем, соответственно, за счет целого ряда мероприятий и повышения доверия к бренду. И, соответственно, за счет повторных продаж мы, естественно, планируем снижать эту стоимость привлечения. И другие мероприятия. Но на данный момент у нас до конца этого года, мы планируем выйти на показатель, 3,5 тысячи рублей нам обходится один клиент. То есть на данный момент у нас до конца этого года стратегия такая, тактика, наверное. Я понял тебя. А у меня пока последний вопрос глупый, но как клиент, если со мной в путешествии куплено через вас, что-то происходит, я с кого спрашиваю? Ну, я звоню вам. А происходит что? Вот если происходит, например, страховой случай... Букинг, бронирование не подтверждено. Ну, какая-то непредвиденная проблема. Я просто не расслышал первое, что вы сказали. Если со мной происходит непредвиденная проблема в путешествии, скупленном через вас, например, бронирование отеля не подтверждено. Я приезжаю в отель, мне говорят, а ты кто такой? У нас тебя нету в базе. То есть любые проблемные ситуации я через вашу компанию решаю, правильно? Ну, вообще, смотрите, мы в данном... Да, то есть туроператор. То есть мы агрегируем предложение от туроператоров. Соответственно, туроператор – пекарня, испекла хлебушек. Мы, соответственно, ну, грубо, да? Мы, соответственно, магазин, который хлебушек продает. Да, соответственно, по нашему договору мы обязаны, и мы берем на себя обязательство забронировать выбранный продукт. Мы свои обязательства выполняем. Если клиент приезжает, соответственно, на место, и у него возникает ситуация, которую вы описали, да, то есть мне не забронирован отель, то, естественно, вопрос в первую очередь надо задавать принимающей стороне. Потому что в любом пакетном туре есть принимающая сторона, которая встречает с табличкой в аэропорту и, соответственно, довозит на трансфере туристов в отель. Вот, то есть, естественно, первый вопрос принимающей стороне. Но на моей практике, к счастью, таких случаев не было. К счастью. Понял. У меня еще парочка коротких вопросов есть, если вы не против. Прям коротко, потому что, да, нужно еще задать вопрос Александру, да. Да, вы планируете венчурную модель, когда нужно продать компанию, или вы планируете создать прибыльный бизнес, с которым вы делитесь дивидендами после первых полутора лет выхода на окупаемость инвесторам? Мы готовы рассматривать, в принципе, разные модели. То есть, ну, первое, что скажу, продавать на данный момент компанию мы не собираемся. Мы потратили на нее очень много сил, своих собственных денег и времени. Вот, поэтому продавать компанию мы не собираемся на данный момент, в принципе. Соответственно, как распорядиться долей своей собственной инвестор, который потенциально к нам будет заходить, это, соответственно, его право. Но обычно, наверное, на венчурном рынке, да, это экзиты за счет продажи доли. Как мне видится, это более релевантная история. И крайний вопрос, который я буду всем задавать сегодня на передаче. Вы между собой роли доли поделили? Конечно. На старте. Договорились? Договорились. Это железобетонно, правильно? Причем важный момент, да, то есть, то, что у меня ключевые разработчики также являются акционерами. То есть, на старте, когда я собирал команду, это было еще в конце 2016 года, ключевые разработчики небольшую долю, но получили. Это, на мой взгляд, очень важный момент, да, потому что у нас команда очень сплоченная, и мы все работаем на результат. Не жалея себя, 6, а то 7 дней в неделю, вот на данный момент, по крайней мере. Спасибо. Спасибо, коллеги. Александр, вам слово, вопрос. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Во-первых, спасибо за презентацию, крутая презентация. У меня вопросы следующие. Вы говорите, что ваши основные конкуренты – это вот эти вот такие конурки около метро, где люди приходят и бронируют. Вы говорите, что на них приходится 92% вообще всех клиентов. У меня просто был опыт работы в турфирме еще, когда я был молодым, и в итоге турфирму закрыли, потому что отток клиентов идет, и все потихоньку переходит в цифру. И, в принципе, тренд, наверное, он все-таки более цифровой, потому что никто из моего поколения уже не ходит бронировать себе туры в какие-то вот именно туроператоры. Отсюда вопрос. Может быть, все-таки вам нужно думать не о том, как отвоевывать рынок у вот этих вот ребят, которые сидят около метро, а о том, чем вы лучше, чем та же травелата, пираты и так далее? Вот. То есть именно анализ конкурентов, мне кажется, надо немножко в другую сторону вам развернуть. Как вы думаете? Имеет право на жизнь, да, безусловно. Просто если мы говорим о борьбе за клиента, то наши потенциальные клиенты, которые еще не с нами, но будут с нами, это те люди, которые на данный момент ходят в турагентство. Все же. То есть на данный момент пытаться отвоевать ту аудиторию, которая на данный момент стравелатая, но на наш взгляд, наверное, это не самая лучшая идея. Соответственно, касательно то, чем мы лучше. Ну, в первую очередь, насчет, то есть здесь две стороны медали. Глазами инвестора. Очевидно, что, ну, так как в нас пока еще никто не вкладывал, да, кроме нас самих, мы, у нас нет никаких обременений с точки зрения кредиторов, с точки зрения третьих лиц, перед которыми у нас были обязательства. Но это именно глазами инвесторов. Иван, мы немножко ограничены во времени, прям коротко, да, потому что... Да, касательно продукта, да, мы, во-первых, реализовали самый короткий путь клиента от захода на сайт до покупки. Мы единственные из агрегаторов, интегрированные с международным сервисом TripAdvisor в части получения контента об отелях. То есть и всевозможные другие. То есть там у нас чистый интерфейс, абсолютно понятный, доступный, без дополнительного информационного шума. То есть, ну, целый ряд отличий, которые, ну, я готов продемонстрировать в такой момент. Вот у меня уже... А давайте вот еще последний вопрос, маленький, прям вот реально в двух словах. Какие пути продвижения вы используете сейчас, какие планируете? Вот прям вот, что вы делаете? Что мы делаем? Ну, соответственно, у нас четыре основных канала продвижения, которые мы на данный момент выделяем. Первое, это, естественно, SEO, да, как такая инвестиция, по сути, в трафик. То есть, она уже дала свои плоды. SEO мы занимаемся с лета, первое. Второе, естественно, это соцсети, SMM. Третье, это контекстная реклама. И четвертое, это CPA-сети, то есть различные площадки, которые дают нам трафик за вознаграждение уже от нас. Спасибо. Ну, то есть это четыре основных канала, которые на данный момент... Через которые мы на данный момент продвигаемся, и, соответственно, планируем их развивать, ну, и в последующем, может быть, добавлять новые. Александр, Алмаз, есть какие-то предложения к нашему Ивану, и мы завершаем и приступаем к нашему второму проекту? По нашему опыту в таком формате очень мало времени, чтобы реально оценить. Я предлагаю, во-первых, после шоу, может быть, созвониться. В нашем случае стартап, на самом деле, не из нашего фокуса, но мне всегда интересно послушать что-то новое, узнать о рынке больше. А стартапу value, ценность в том, чтобы от меня, как от инвестора, получить какой-то фидбэк, на что нужно смотреть, обращать внимание, если вам действительно нужны инвестиции на масштабирование вашей компании. Отлично. Да, я согласен с коллегой. И еще хотелось бы... В принципе, тоже можем с вами созвониться, потому что мы занимаемся как раз-таки маркетингом, помимо того, что мы инвестируем. И мы умеем это делать, и мы умеем снижать цену привлечения клиента. Поэтому можем это с вами обсудить, подумать, как мы можем это сделать для вас, и, может быть, к чему-то даже придем. Иван, спасибо огромное за вашу презентацию. Мы с вами прощаемся, но буквально после эфира мы с вами свяжемся и приглашаем вас, принять участие в стартап-шоу 22 февраля, который пройдет, дорогие зрители, в цифровом деловом пространстве. Поэтому, если есть возможность окунуться, так сказать, в кухню инвестиций, предпринимательства, поэтому обязательно приходите к нам на шоу, будет интересно, ярко и круто. Ну а мы переходим к нашему второму стартапу, который выходит у нас сейчас по скайпу, прямо сейчас. Это Сергей Шутов, автоматический модульный магазин. Сергей, добрый день. Добрый. Рад вас видеть, рад вас слышать. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. И мы готовы вас послушать, посмотреть вашу презентацию. У вас 3,5 минуты. Вы можете уже включать демонстрацию экрана, и мы вас внимательно слушаем. Так, включился экран? Включился, только вам нужно скайп свернуть. Сейчас отлично, на весь экран. И да, все, поехали. Доброго дня, меня зовут Сергей, компания «Ростехный инжиниринг». Представляю проект «Автоматический модульный магазин». По сути, это универсальная торговая точка площадью 150 квадратных метров, первый и второй этаж. Модули из полиуретана толщиной 30 сантиметров, собственно, дом-термос. Поставляются в полной заводской готовности, время сборки на площадке заказчика до двух дней. Едем дальше. Значит, как мы пришли к этому? Собственно, долго и нудно рассматривали варианты развития бизнеса, поскольку мы компания инжиниринговая, все время ищем направления для развития. Одно из направлений, поскольку мы обслуживали в свое время Ашан и Агии, столкнулись с тем, что у них колоссальная текучка кадров, постоянные болезни сотрудников, запойные выходы на работу и так далее и тому подобное. Выявили эту кучу проблем и пришли к выводу, что можем им помочь, создав нечто подобное. Сейчас, секунду. Так, так, так. Была разработана концепция большого вининговой торговой точки с множеством вариантов использования. Облачный сервис объединяет все магазины в единую сеть. Вот я вам показываю, значит, собственно, это визуализация самого магазина в единую сеть. И хранит все данные по количеству товаров, срокам, годности, ценам, создает партия покупателя того иного товара, хранит информацию для маркетологов, рассчитывает налоги, прибыль и т.д. ПО реализуется на базе Биргинской платформы ОТО. К оплате принимаются карты оплаты и мобильные телефоны с системой оплаты. Также к облаку подключен интернет-магазин с возможностью заказа онлайн и запора товара в назначенное время, либо заказы доставки на дом. Светодиодные панели с боков, они с двух сторон магазина, используются для рекламы товаров производители, представленные в каталоге магазина и для продажи рекламного времени компания. Вот, собственно, это внутреннее оснащение торгового зала. Здесь представлены мониторы между двух сторон, стекло ударопрочное, далее видны стойки выдачи, собственно, товара. Собирают роботы, шесть роботов наверху, охлаждаемая зона с ОЭК-освещением. Значит, рынок вендинга растет хорошими темпами, до 25% в годовом выражении востребовалось подобного рода магазинов реальность сегодняшнего дня. Значит, под данным международных компаний в 2014 году в США продажи были по вендинговому направлению более 14 миллиардов долларов. Сама бизнес-модель. Основной рынок продаж Евросоюза в США, так как отечественные производители вендингового автомата, до 70% экспортируют за рубеж, это данные РБК. Значит, проект прошел презентацию в Дубае, получил приглашение в Силикан-Оазис, ну, как бы пока мы рассматриваем этот вариант. Сама бизнес-модель строится на продаже магазинов, производстве магазинов, продаже, монтаже и обслуживании. Прибыль с одного магазина до 6 миллионов рублей. В базовом пакете предлагаем продажи до 10 единиц магазинов на 1 РЦ. Косвенные конкуренты, едем дальше. Косвенные конкуренты, производители вендингового оборудования, магазины сети Amazon, сетевой ритейл. Вот, собственно, это вид камер выдачи. Это вход в магазин, вход для инвалидов. Это в ночное время он засвечен. Конкурентные преимущества нашей компании. Свой собственный конструкторский отдел с многолетним опытом, свои электронщики, программисты и дизайнеры. Реализовано на данный момент множество проектов, огромный накоплен опыт по созданию автоматизированных линий, ну и, собственно, сплоченная команда профессионалов. Текущая стадия – это разработка конструктива, понимание маркетинговой политики, понимание концепции, создание полномасштабного образца. Команда Шутов Сергей – собственно создатель проекта, Русенков Иван – креативный дизайнер, Страдаченко Виктор – главный конструктор. Мы ищем финансирование на 24 месяца. Нам нужно 500 тысяч долларов по 20%. Тут обсуждается, собственно, 20% годовых – это минимум, на что мы готовы пойти. То есть вообще, в принципе, вариантов минимум. Мы даем слово фирму «Алмаза». Алмаз. Да. Сергей, если я правильно понял, то речь идет об аналоге магазина без продавцов, как у Amazon Go, правильно? Ну, подобно. Лазонит. Собирает. И собирает роботы. Нет, ну, допустим, ну, как я понял, это речь о модульном масштабируемом для увеличения собственной сети магазина, чего бы то ни было. Да. Магазина без кассиров. Допустим так. Да. Вы проделывали анализ, насколько, ну, предположим, есть какая-то крупная сеть, которой нужно реализовать, там, тестовый пилот на, там, 5-10 таких магазинов. И выгоднее ли им такой магазин брать у вас по сравнению с конкурентами? Ведь, ну, про конкурентов было очень скользко сказано. Для нас это индустрия относительно, ну, для меня это вообще новое. И хочется понять конкурентные преимущества. Ну, смотрите, как таковых сетевиков мы пока не трогали. Проект всего полгода. Он, ну, мягко говоря, в стадии разработки. Значит, однозначно выгодно. Это можно даже не спрашивать, потому что отгружечная продажная цена, вот на данном этапе, это будет 10 миллионов. В любом случае, какой бы магазин они не открывали, он будет дороже. Дороже даже сама коробка будет дороже. Уникальность технологии, потому что в том, что это литьевая технология, мы ньем в один рабочий день 8 часов два модуля. Вот. Из полиуретана. Они легкие, по полторы тонны вместе с металлокаркасом. То есть магазин, в сборке примерно занимает, ну, 10 рабочих дней, и магазин готов под ключ. Доставляется он, вот если 6 модулей, это 6 тралов на любое место. Ключевое преимущество для ритейла и сетевиков вообще, в принципе, они вкладывают деньги в магазин, разместили его в спальном районе в неудачном месте, так называемом магазине, да, вот возле дома. Не пошла торговля. Что делать? Деньги вложены, да, начинаются переезды, продажи, там, поиски ориентаторов, и так далее. Тут за 2 дня я его разобрал, положил на машиночке, отвез, в новом месте поставил. То есть вот пробность, мест, еще вот это вот преимущество, то, что можно пробовать разные места. Плюс интернет-модуль, который будет подключен, то есть, по сути, это приложение в мобильном телефоне, обыкновенный интернет-магазин, где человек делает заказы. Вот это архиудобно, то есть человек с работы едет, по пути знает, что у него стоит этот магазин, он сделал себе заказ, в 6 часов забрать. Подъехал, робот в 6 часов отдал ему товар. Все. Да, круто, понятно. Но хочется все-таки понять, кто целевая аудитория? Вот как вы видите? Я услышал, что это все-таки не в России, а продажи задумываются на США и Европу. Да? Как вы видите по этой целевой аудитории? Потому что я не услышал, есть ли продажи, продали ли вы хотя бы одну? Ну, предзаказ. Нет, мы еще даже не создали его. Он только в конструкторской документации, и были пробные проверки материала. Кстати, материал полиуретан, это экологически чистый полиуретан из подсолнечного масла, группа горючести ГА1. Да, так и есть. Это очень важно. Сложно сейчас говорить про российский рынок, поскольку он слабый по вендингу, он очень слабый, мы отстаем в разы, в десятки раз от развитых стран. Поэтому мы, в принципе, не рассматривали вариант России. Ну, может быть, кто-то рискнет, конечно, побаловаться. Я не уверен в этом. Это долгий путь, и я поэтому на данном этапе не рассматриваю. У нас открыта фирма в Эстонии, и мы планируем через нее выводить этот товар на Евросоюз. Понятно. Спасибо, коллеги. Спасибо. Слово. Да, ну, на самом деле, правда, проект очень интересный. Он необычный. Я впервые слышу, что в России о таком задумывались. Это дорогого стоит, на самом деле. У меня вопрос следующий. То есть я правильно понимаю, что 4 миллиона рублей – это себестоимость данного магазина уже со всем оснащением, то есть с этими роботами, которые будут вам все собраться и так далее, да? Да, да. То есть и это дешевле, чем просто поставить коробку для обычного магазина. Заобразить. То есть ничего себе. Ну, надо, конечно, цифры посмотреть, но звучит все, по крайней мере, очень-очень круто. Так, ну, в принципе, это далеко. Ну, по цифрам, чтобы вы понимали, вот магазин, который ставят в районе 500 квадратных метров из сэндвича магниты, пятерки, там ценник начинается за металлокаркас сэндвич без инженерии, там, в районе, там, от 20 миллионов и выше. Как они договаривались, там, в зависимости от, ну, сколько точек они одновременно заказывают. Ну, вот, то есть тут просто даже на одной коробке колоссальная экономия. Это очень сверхсладкое предложение для сетевиков. Просто ментально они не готовы к этому. Вот, их надо, как бы, нужен образец, чтобы люди пошли, попробовали, пощупали. Мы думали про Москву, площадку арендовать где-то в Москве, поставить его там и пусть люди ходят, пробуют. Спасибо, Сергей, Александр. Да, у меня все, спасибо. Ну, а что могу сказать? Проект интересный, поэтому, Сергей, есть шанс выступить на стартап-шоу в финале, пообщаться уже и поучить, может быть, с 20 инвесторами, да, проект интересный. Немножко мы доработаем презентацию, с вами свяжемся. Параллельно Александр и Алмаз голосуйте. Сейчас мы выводим на экран на голосование наших зрителей и инвесторов. Смотрим, как проголосовали зрители, общая оценка. Так, что у нас? Готово. Зрители. Так, смотрим, пока инвесторов. Александр пустовит. Так, пока не видим. Смотрите, друзья, но в любом случае общую оценку по каждому стартапу вы сможете посмотреть. Вот под этим видео будет ссылка. голос.эксперт. Заходите по этой ссылке и после эфира вы сможете посмотреть уже, как проголосовал каждый инвестор, зрители по каждому проекту, пока это все прогружается. Поэтому все у нас остается в одной ссылке. Все вы можете после эфира самостоятельно просмотреть и даже самостоятельно, как народное голосование, как зритель, лично оценить каждый проект и оставить свои комментарии. Сергей, ну а мы с вами прощаемся. Буквально ненадолго после эфира с вами свяжемся. Расскажем про дальнейшие наши шаги. Спасибо вам огромное за ваш проект. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо. Ну вот такой был у нас интересный проект. Мечтайте об идеальной сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит. Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. Рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. Ну а мы переходим к нашему третьему проекту. Наш третий проект – это Сергей Черецкий. Строительное торгово… Строительство торгового комплекса. Ожидаем выхода Сергея. Сергей, добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Сергей, рад вас видеть. Не теряя времени, приступаем к презентации вашего проекта. Выводите на экран и начинаем. Три с половиной минуты. Отлично. Маленькая кожа. Закрываем и стартуем. Да, свой проект. Итак, я предлагаю следующий продукт. Продуктами является магазин с средней площадью тысячи квадратных метров, предназначенный для сдачи в аренду крупным продуктовым сетям, таких как «Пятерочка», «Верный», «Дикси», «Полушка» и «Магнит», собственно, расположенный в одном из районов Ленинградской области. В настоящее время рынок площади Ленинградской области испытывает дефицит. Как видно из таблицы, в таких районах, как Пушкинский и Петродворцовый, приходится 54 и 103 метров квадратных на тысячу человек соответственно. То есть, для примера, в Санкт-Петербурге эта цифра 530 метров квадратных на тысячи человек. Отсюда возникают проблемы. Для людей, как конечных потребителей, отсутствие в их районах проживания сетевых магазинов, отсутствие качественных товаров и низких цен. Непосредственно для наших клиентов-арендаторов либо неудобные планировки существующих помещений, но отсутствие мощностей, или полное отсутствие помещений во многих районах. То есть, вообще нет подходящих, скажем так, площадей. Решение этой проблемы я вижу следующим. То есть, строительство магазинов непосредственно под арендаторов с учетом особенностей их торговли. Строительство в проходных местах, то есть, с большим пешеходным трафиком. Мой опыт строительства более 15 лет, и я реализовал такой проект в поселке Первомальское Выборгского района Ленинградской области. Построили торговый комплекс «Золотой лев», который был сдан магазином «Полушка» еще за полгода до окончания строительства. И стоимость аренды была 1 миллион рублей. И в настоящее время я провел переговоры с представителем компании «Полушка». Они ищут помещение, то есть, им нужно помещение во Вселожском районе площадью от 700 до 1200 квадратных метров в районах Новая Девяткина, Морина, Лаврики. Там ведется активное жилищное строительство в данный момент, а помещений таких там просто нет. Финансовая модель достаточно простая, то есть, вложения идут в создание объекта недвижимости, покупку земельного участка и вот в эксплуатацию. Второе и последующие годы проекта – это получение прибыли за счет сдачи в аренду этого магазина. Технологии, которые мы будем использовать в строительстве, будут нацелены на высокую скорость строительства и его дешевизну. Одна из таких технологий – это строительство здания на металлическом каркасе с облицовкой сэндвич-панелями. То есть, отсутствие внутренней отделки она не нужна. То есть, проводим электричество, отопление, магазин устанавливает свое оборудование и начинает успешную торговлю. Мое предложение инвесторам – это 50% доли в этом бизнесе, которые принесут уже с первого магазина, построено 25% годовых от вложенных средств. Преимущества следующие. Во-первых, это вложение в растущий рынок торговых площадей Ленинградской области. Плюс это вложение в недвижимость, то есть, это материальные активы, земельный участок, создание объекта недвижимости, стоимость которого после ввода в эксплуатацию увеличится в два раза. И дальнейшее развитие компании, то есть, строительство таких же площадей в районах Ленинградской области и на территории Российской Федерации. То есть, увеличение прибыли инвестора уже без использования собственных средств, а за счет средств созданной компании, которая будет строить торговые площади. Цель 2019-2020 года – это создание такого объекта недвижимости, то есть, от покупки земельного участка до сдачи его в аренду. И последнее, что хотел бы сказать, нашими клиентами будут являться, то есть, не люди, не физические, так сказать, лица, поведение которых в любом проекте сложно предугадать, а именно торговые сети крупные, поведение которых, мне кажется, предугадать проще. В стратегии развития этих компаний на 2019, 2020 и последующие года является развитие своего присутствия, увеличение присутствия на территории России вообще и Ленинградской области в частности. И повторюсь, в Ленинградской области во многих районах просто не существует помещений для размещения магазинов, то есть, размещать их, соответственно, негде. Спасибо за внимание. Собственно, это я. Спасибо большое, Сергей. Возвращайтесь к нам, подключайте демонстрацию экрана. Параллельно наши инвесторы, зрители голосуют. Повторяю, что вы сможете посмотреть полностью оценки по каждому проекту по ссылке эксперт-голос.эксперт. Ну, а мы, так сказать, по традиции даем слово Алмазу. Алмаз, ваши вопросы? Да, Сергей. Значит, комментарии первые. Действительно, есть такая популярная модель у инвесторов, долевое участие в строительстве или выкупе помещения. Есть такой сервис Activa.ru, который, по-моему, Оскар Хартман с коллегами делает. Мне тоже предлагали. Там как раз предлагается доходность 15% до 25% годовых, если я не ошибаюсь. Мне они тоже звонили, предлагали вложиться. Но они не строят площади, они берут, выкупают какие-то готовые площади, где уже сидит конкретно пятерочка, там, Дикси, на многолетних уже контрактах аренды. Да, и у меня главный вопрос. Доходность предлагаемая, она хорошая от объема 24 миллионов средств. Вопрос в том, я сам 3 года назад жил в Питере, в районе Кудрово, возле Всеволожска и Всеволожского района. Действительно, там пустоши, я согласен, что там мало площадей. Вопрос в том, реально ли нужно, если кому-то из инвесторов интересно встретиться, нормально все обсудить. Но реально ли целесообразнее строить, а не покупать? Слушай, да, такой вопрос. Я вас не перейду. Нет, нет, это вопрос номер один. Выгоднее строить, а не выкупать существующее помещение, наводить марафет и сдавать в аренду? Конечно, выгоднее строить. Если бы было невыгодно строить, то никакая компания бы не занимала строительством. То есть это как и жилищное строительство. Создать его намного дешевле, чем купить уже готовый. И я уверен, что создать его по сравнению с покупкой готового будет в два раза дешевле. То есть здесь суть какая? Еще раз говорю, то есть привлечение уже подрядчиков, уменьшение себестоимости. То есть здесь даже не покупка, не приходится занимать подрядчика, который извлекает свою прибыль. А именно, то есть я реализовываю этот проект, я удешевляю его максимально по строительству. И в итоге стоимость этого объекта будет в два раза меньше, чем стоимость этого объекта на рынке уже готового. То есть строить дешевле практически в два раза, чем покупка готового объекта. Спасибо, Сергей. Так, следующий вопрос. Кто у нас сам? Да, еще один вопрос. При предлагаемой конфигурации сделки, где половина за 24 миллиона, вопрос толерантности к риску. Ну, такая сделка с учетом особенностей, что это не классический наш венчурный IT-продукт, а конкретное здание в конкретном месте. Надо, чтобы для инвестора это выглядело как практически верняк. Что это значит в таком бизнесе? Что вы точно за указанный бюджет и не выходя за его рамки, уложитесь в срок, вы сможете выкупить землю, там все разрешения получить, что весьма нетривиальная задача лично для меня, как для айтишника, может вы в этом живете, варитесь, вам виднее. Но вот что с точки зрения рисков для инвестора, что пойдет не так? Здесь самое, для меня, конечно, риск единственный, это, так сказать, не интерес со стороны, так сказать, будущих арендаторов, но для этого я веду переговоры с ними, то есть идеальная модель этого проекта, я согласовываю сразу место размещения уже с представителями компании, то есть, так сказать, устраиваю тендер. Вот есть конкретное пятно под застройку, я приглашаю представителей компании, говорю, ребята, через год даже меньше здесь будет стоять магазин, вам это интересно? Мне отвечают, да, и мы уже готовы заключить с ними, то есть они уже будут готовы заключить с нами предварительный договор аренда, то есть место размещения. Позвольте вас перебить, Сергей, мне очень нравится лично, что вы сначала находите клиента, а потом уже что-то строите, да, вот это вообще все бизнесмены должны делать, стартаперы, почему-то не делают, вы это делаете, это хорошо. Я имею в виду, а с точки зрения строительства, что пойдет не так, потому что 50% годовых, да проще в банке кредит под 20-25% годовых взять, и это, если вы стопудово верите в проект, да, и вам проще не инвестору спрашивать, а в банк идти, а у них залог в помещении, если что-то пойдет не так, банк себе забирает, они как-то это на аукционе распродают. Вопрос, но если вы ищете не кредит в банке, а инвестора, значит, существует риск, что что-то пойдет не так. Допустим, вы клиента на ней, ну, нашли того, кто будет 100% в помещение арендовать. Что может пойти не так? Ну, я не знаю, здание сгорит, там, не достроите вовремя, денег не хватит. Там, бандиты отожмут. Да, Сергей, прям коротко, потому что у нас прям время ограничено, да. Коротко, это единственное, что я вижу коротко, это бывают участки аж строителей, это подбор не того земельного участка, то есть существует правильное землепользование настройки, да, и администрация, если участок не подходит для строительства торгового центра, может не выдать решение на строительство. Но я знаю, конкретно по ЗАЗе практически всего города существует карта. То есть я буду подбирать участок для строительства и, в принципе, объективных причин для того, чтобы объект не завершить, я не вижу. С метом составляться четко, договоры со всеми подрядчиками будут составляться жесткие, то есть все, сумма, ну, плюс какие-то небольшие там проценты скрытых работ, это в строительстве нормально. Но именно объективных причин для водоусплуатации у зданий и строительства я не вижу. А кредит в банке, вы правильно сказали, единственное, я просто не имею возможности, банки не одобряют мне кредит, то есть я не могу взять кредит. Вот единственный момент. Объективных причин, еще раз повторю, для завершения строительства и водоусплуатации, в принципе, я не вижу. То есть я могу на любую вопрос ответить. Спасибо, Сергей. Да, Александр, ваши коротенькие вопросы. У меня прям вот очень тезисно такой блиц. Вопрос-ответ. Сколько стоит строительство подобного магазина? Вот в среднем. Стоимость строительства здания в среднем 18 тысяч квадратных метров, без учета земельного участка. 18 тысяч квадратных метров, вы сказали, а в деньгах? Ну, тысяча метров, это 18 миллионов само здание. То есть подключить его к электрическому воде и сами стрельнуть. 18 миллионов. То есть при том, что мы даем вам, допустим, 24, 18 мы сразу же вливаем в строительство, к нам пришел магазин, он там поторговал три месяца, понял, что не пошло, разорвал контракт, ушел, новые не приходят, потому что видели, что у предыдущего не получилось. Наши действия? Наши действия. Ну, еще раз повторю, во-первых, предварительное согласование, то есть продажа этого магазина еще до того, как мы его возводим, то есть строительство в таком месте, где, грубо говоря, нет вообще продуктовых сетей, то есть у нас такие поселки существуют, там нет магазинов, а еще раз говорю, пятерочка и полушка размещаются, то есть предварительная договоренность с ними уже о размещении магазина, они ведь тоже размещают их, так сказать, из учета будущей там роста, там, не знаю, демографии поселка, то есть там 5 тысяч человек ожидается, что, соответственно, вырастет, соответственно, им выгодно размещать там свой магазин, потому что клиентская база, то есть их клиентов намного увеличится, то есть вот такой момент, ну, это торговая площадь, торговая площадь в густонаселенном районе всегда будет пользоваться спросом. Спасибо, Сергей, спасибо большое за Вашу презентацию, но я думаю, что презентацию и вообще в целом проектам Сергея нужно ознакомиться, прям вникать, изучать, поэтому, во-первых, комментарии по презентации нужно оформлять, переделывать, доделать, да, то есть такой апгрейд должен быть вашего проекта презентации, мы направим Вам шаблон, пожалуйста, подготовьтесь по данной презентации. Вот, ну а мы тогда сейчас смотрим, как проголосовали наши инвесторы, потому что вот мне подсказывают, что все возобновилось, смотрим, как проголосовали инвесторы, как проголосовали зрители, дали оценку, вот, инвестор Алмаз у нас проголосовал за строительство Гоукомпс 37, Алексей, Александр Пустовит, Александр Пустовит 24, ага, все отлично. Спасибо огромное, Сергей, мы с Вами прощаемся, но ненадолго, с Вами свяжемся после эфира, да, расскажем о дальнейших действиях, вот, а Вы пока готовьтесь. Спасибо. Ну вот такой был у нас третий проект, это проект с недвижимостью, ну и последний проект, это Яков Рогов, проект ТЭС, и проект это сервис персональных водителей, что же приготовил нам Яков, прям внимание на экран, он выходит, о, вот и Яков. Яков, добрый день. Привет. Добрый день, как слышно? Привет. Отлично, прекрасно слышно, видно. Ну что, можем начинать, у Вас 3,5 минуты, включайте демонстрацию экрана. Вы скажите, видно меня, не видно, что видно? Отлично. Пока видно Вас, но нужно включить демонстрацию экрана, прогружается, сворачивайте экран скайпа, чтобы не мешал нам на весь экран, супер, поехали, отлично. Всем приветствую еще раз Яков Рогов, сервис персональный, технических водителей ТЭС, какую проблему решаем? Низкий уровень сервиса у водителей, у уважаемых людей, неэффективная и расточительная эксплуатация личных автомобилей, высокая стоимость всей этой авантюры, водители постоянно расслабляются, начинается какое-то воровство и перестает соблюдать дресс-код. Мы решаем все эти вопросы таким образом, что у нас свои автомобили, у нас сильный рекрутинговый отдел, у нас сильное обучение, то есть у нас академия собственных персональных водителей, поэтому мы можем обеспечить высший сервис для наших клиентов. Рынок персональных водителей в Москве, мы говорим только про Москву, он делится на две части. Первая часть – это премиум такси, все агрегаторы, Вилли, Гетто, Яндекс и так далее, везде, где есть премиум. Это 20% рынка. Дальше корпоративные автопарки, домохозяйство – это 80% рынка. Рынок премиум такси – это 13 миллиардов в год, только говорим сейчас про Москву. 8 миллионов поездок и так далее, все видите на слайдах. Что важно, рынок растет на 100% каждый год последние 4 года. Результат нашей деятельности именно в сегменте персональных водителей в такси – 250 миллионов выручка за 2018 год. Это всего лишь 2% рынка, мы вот такие маленькие пока же. Значит, корпоративные автопарки, домохозяйства – это второй сегмент, 80% рынка. Здесь насчитывается более 30 тысяч автомобилей, не старше 5 лет, на которых ездят клиенты с персональным водителем. Опять же, говорю про Москву и область. Значит, средняя стоимость эксплуатации автомобиля в год – 2,5 миллиона, сюда входят зарплаты водителей, ГСМ, страховки и так далее. И этот рынок мы оцениваем 75 миллиардов рублей в год. Ну, это по скромным, на самом деле, подсчетам. Усредняя, да, опять же, машина может стоить 3 миллиона, может стоить 15 миллионов. Значит, дальше. Дальше, дальше. Наше преимущество. С нами это все стоило бы дешевле для клиентов процентов на 20. Клиенты получили бы более высший сервис, чем просто собственный какой-то там персональный водитель. Они получили бы точно новый автомобиль и так далее. Круглосуточный консервис, служба поддержки. И главное, больше не нужно покупать автомобили, ловить штрафы, парковки оплачивать и так далее. Это все делаем мы. Корпоративный сегмент для нас это 30 миллионов, мы заработали в прошлом году в этом сегменте, это 0,04%. То есть это вообще прям мы почти там не были, а заработали 30 миллионов. Корпоративный домохозяйство для нас является приоритетным сегментом в 2019 году. Мы планируем допилить платформу с личным кабинетом для управления корпоративным автопарком. Это актуально для малого и среднего бизнеса. И предлагаем массово пересаживаться на шеринг Mercedes-Benz с водителем вместо того, чтобы покупать свои Maybach и тратить баснословные деньги на простой автомобиль. Еще одна фишка, на которой мы тут заработаем в этом рынке, это рекрутинг. Как я уже сказал, 30 тысяч автомобилей премиум-класса есть, срок жизни водителя 24 месяца. Это значит, что полторы тысячи вакансий надо закрывать в месяц. В среднем вакансия хорошего водителя закрывается по стоимостью 30 тысяч рублей. Если рекрутингу агентства, то порядка 50 тысяч рублей. Рынок 45 миллионов в месяц, только рекрутинг. Мы планируем 5-10 процентов отщипнуть, это 30 миллионов в год. Юнит экономика простая, на примере Mercedes-E-класс, значит, 400 тысяч оборот машины в месяц, зарплатный фонд 30 процентов, заплатим лизинг 20 процентов, комиссия агрегатора будет, если это вип-такси, 20 процентов, ГСМ, обслуживание чистых и заработаем 15 процентов. Вот вам диаграмма. Значит, конкуренты, основной конкурент именно в таком же сегменте, командир такси в Москве, но не будем про них лишний раз говорить. Сори за всплывающий опыт. Значит, мы со всеми общаемся, конкурентов знаем и расскажем подробно, кому что будет интересно. Сейчас автопарк 51 автомобиль, собственное приложение для корпоративных клиентов, академия персональных водителей, оборот 250 миллионов в год от 250. И более 10 прямых клиентов корпоративных, еврохимы и прочее, с хорошими рекомендациями, кстати говоря, в нашу пользу. Значит, и цель у нас плюс 50 машин на год, плюс 100 корпоративных клиентов, хотим туда ударить. И запуск клиентского кабинета, о котором я уже сказал. Это айтишное направление. И увеличиваем оборот больше, чем в два раза. Ну, привлекаем мы, ну, во-первых, вложили порядка, со всеми лизингами, со всеми делами порядка 200 миллионов уже. Основные инвесторы, как видите, Мерседесбанк и Сбербанк Лизинг. За два года вложены в собственных средств. Ну, мы реинвестируем, поэтому суммарно порядка 80 миллионов. Привлекаем сумму до 100 миллионов на закупку машин. Разные варианты есть. И эта долговая инвестиция будет, ну, собственно, под процент. Под 20 и под 18 годовых, ввиду наличия или неналичия обеспечения. Все, вот сюда вот там подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Спасибо, Яков. Возвращайтесь к нам. И вопрос, а вопрос, давайте, Александр, с вас начнем. Да, можно с меня начать. Спасибо за презентацию. Очень интересно. На самом деле, с самого начала, когда начали рассказывать, когда объявили тему, сразу же всплывает в голове вопрос, а в чем вообще разница между тем же, допустим, там, Вилли и вами. Вот, в принципе, более-менее это все объяснили. А как насчет, допустим, тех же рисков? Вот у меня просто есть много знакомых, у которых есть свои водители. И когда водитель нарывается на штраф по вине клиента своего или что-то еще, то это, естественно, покрывается все клиентом. Как это все будет делаться у вас? То есть, если там надо будет, человек спешит, и он говорит, надо выехать на встречку. Вот какие действия вашего водителя? У нас... А меня сейчас... Скажите. Да, мы вас слышим. Слышно, слышно и видно. Смотрите, значит, у нас все в рамках регламента происходит, у нас водитель не будет выезжать на встречку и не будет этим заниматься. Это, опять же, мы подписываем договор с клиентом, где все предельно разъясняется, что водитель должен делать, что не должен делать. Мы для этого и создали Академию обучения водителей. Я понял. А вы сейчас планируете просто расширяться путем закупки новых автомобилей, правильно я понимаю? Ну, IT, корпоративный отдел, корпоративный отдел продаж. Нам нужно, чтобы у нас доля перекоски в режиме корпоративных такси снизилась и сравнялась именно с нашими собственными клиентами. Нам надо развивать собственное предпределение корпоративных продаж, и не платить комиссии агрегаторам, и взращивать своих клиентов, и давать им чуть-чуть другой продукт, чем дает сейчас, скажем, тот же Гет, Яндекс, Вилли и так далее. То есть не все компании хотят быть агрегатором, они хотят работать с транспортной компанией. Окей, спасибо. Я понял. Спасибо. Спасибо, Яков. Алмаз. У меня уточняющий вопрос, я вот не стесняюсь глупых вопросов. Я вот до конца не понял, компания занимается вот для клиента чем-то одним, или это диверсифицированный бизнес, потому что я много езжу на Вилли, там иногда настроение на Мэйбахе поездить, да? Я хочу понять, в чем отличие, это он-деменд такси, как Вилли, или это что-то там более постоянное? Ну, смотрите, во-первых, если вы что ездите на Вилли, даете нам возможность зарабатывать, потому что вы ездите на наших машинах. То есть, еще раз, Вилли ездят наши машины, да? И если, допустим, какому-нибудь бренду или какому-нибудь крупному бизнесу нужен свой автопарк, то они также подписывают с нами договор, и мы выполняем... Как машины водителей? ...сорсинг автопарка в компании. То есть, компания либо покупает машины и нанимает водителей, либо обращается к нам, и мы полный цикл транспортной деятельности им оказываем, диспетчеризацию от и до. То есть, если сервисы-агрегаторы – это вызвать водителя на один раз, то мы вам по подписке можем найти специального подходящего для вас водителя со знанием нужных языков, с оружием, если надо, и так далее. Это будет ваш водитель, мы за вами закрепим одну машину, и все это хозяйство будет вам стоить дешевле, чем если бы вы просто себе пошли и даже в Лизинг купили бы свой Майбах и сами попытались бы нанять хорошего водителя. То есть, мы по подписке стараемся продавать эту услугу, тем самым создавая sharing economy. То есть, после того, как водитель повозит вас, он дальше будет работать. А если бы вы сами купили бы машину, он бы поставил машину на паркинг, и все, и машина бы стояла в выходные. В нашем случае машина за выходные еще откатает несколько свадеб и заработает. Спасибо. Понял, спасибо. Алмаз, все? Ну, коллеги Александр, Алмаз, есть ли какие-то предложения, проект интересный? Стоит ли с ним ознакомиться более детально? Про проект интересный, да, надо обязательно их поизучить. Еще у меня маленький вопрос всплыл. Как вы привлекаете сейчас себе клиентов, какой маркетинг вы используете? Потому что я, правда, не слышал вообще. Ну, сори, что так честно, но вот так. Я тоже не слышал. Да, да. И правильно, это часть стратегии, чтобы нас не слышали. Мы точечно заходим в холодные продажи. Тут не надо слышать, тут надо, чтобы сидело несколько телемаркетологов, которые в холодную все это делают, и несколько людей активных, которые на хорошей зарплате сидят, на сдельной, которые заходят и продают. Но опять же, у нас на данный момент чуть более 10 корпоративных клиентов крупных. Наша задача этот сегмент развивать. Но до недавнего времени нам это просто не нужно было, потому что мы с агрегаторами очень хорошо зарабатываем. Наша фишка не в том, как продать, а наша фишка в том, чтобы оптимизировать работу автомобиля таким образом, чтобы машина в день делала больше денег. Вот мы внутри своей модели делаем большой заработок. То есть нам не обязательно привлекать клиентов. Нам Вилли дает клиентов, нам Гет дает клиентов, мы им платим 20% за это. Но наша задача, чтобы машина делала больше заказов в день. И это уже вопрос менеджмента, это вопрос работы с водителями, это вопрос минимизации всех возможных костов, начиная от закупа автомобиля с большими скидками, заканчивая стоимостью привлеченных денег, на которые мы эти автомобили купим. То есть наш бизнес, он пока что здесь скрылся. Сейчас мы планируем выйти на корпоративный сегмент очень интенсивно и развивать его. Спасибо, Яков. Спасибо. Ну, мы сейчас смотрим на экран, как проголосовали наши инвесторы. Зрители, они у нас голосуют также в процессе всю неделю. А инвесторы Алмаза Бухаиров у нас... Так-так-так-так-так-так, где у нас ТЭС 40? Так, а Александр Пустовит? Александр Пустовит 41. А это много? Вот такие оценки у нас. Что еще раз? Это много. Это больше, чем было у всех остальных, скажем так. Да, это больше, да. Это больше, чем было. Но у нас еще есть народное голосование, где наши зрители в течение всей недели будут голосовать. То есть у нас под этим видео будет ссылка голос.эксперт, где любой, наш подписчик, зритель, увидев вас, может поставить оценку, опять же, если вы ему понравились. Ну, а вы понравились нам, и проект интересный. Лакшери, красивые автомобили, бабосики. Поэтому ждем вас на старт-оп-шоу. У меня менее напоследок вопрос, если позволите. Даже отпустить вас не можем. Да, у Алмаза есть вопрос. Да, Яков, а вы, ты один основатель проекта? Или вас несколько? Да, да. Я могу одно слово сказать буквально. Я с 13-го года в Uber, да, то есть как Uber начался в России, я в 14-м году купил первые там, ну, машины под Uber. У меня было 300 автомобилей по UberX, это эконом-сегмент. Да, потом, когда Uber с Яндексом решили произвести определенную неприятную для нас сделку, да, мы перешли... Вот, и вся команда также, про команду не сказано, команда тоже работает очень давно, и это слажены, отработаны все механизмы, у нас откатаны вообще все возможные риски, то есть мы работали в сегменте такси, и было 300 машин. Я думаю, вы можете представить, сколько всего мы пережили, да, за несколько лет, и поэтому сейчас мы хотим бабки. На вопрос, на вопрос, ответь, пожалуйста, ты один, или у тебя есть напарники, совладельцы? Я же вначале ответил, то, что абсолютно один, начиная с Uber, вот как я купил первые машины, сформировал команду, и это все, ну, то есть я один фаундер, и SEO, как нахожусь сам сейчас в операционном управлении. А почему ты не хочешь эти финансирования, ты хочешь именно долговое финансирование, правильно я тебя понял? Да, а какой я не хочу, вы сказали, я не устанавливаю. Ну, за доли не хочешь пускать инвесторов, как я понял. Слушайте, ну, нет необходимости, у меня больше 200 годовых сейчас, зачем я кого-то буду в какие-то доли пускать, мы и так нормально. Мы можем сейчас пускать ничего и постепенно расти, но мне надо 50 машин в ближайшие 3 месяца, нужна день. Спасибо. Так, Алмаз, все? А если ты 100 миллионов за месяц сейчас привлечешь, ты готов долю пустить? Нет. Понятно. Жаль, надо. Да, это я хотел сказать. А может быть, Яков, ты все-таки подумаешь о доле, пока у тебя есть 16 дней до стартап-шоу, и Александр и Алмаз рассмотрят, может быть, что-то, сделаешь какой-нибудь апгрейд и внесешь презентацию, предлагая инвестору долю от 5-ти, там, до 7-ти процентов. Подумай, потому что мы тебя приглашаем в финал стартап-шоу, есть время подумать, есть немножко сделать апгрейд твоей презентации, вот, проект интересный, welcome, ждем тебя в финале. Мы с тобой прощаемся, буквально вот после эфира обязательно свяжемся, расскажем, какие дальнейшие шаги. Спасибо тебе огромное за проект. Спасибо. Спасибо, было круто. Спасибо, Яков. Да, спасибо. Ну, мы подходим к финалу, завершении эфира. Коротко, Алмаз, ты у нас первый раз. Резюмируй нашу встречу, так сказать, со стартапами. Резюмирую. Формат очень интересный, спасибо, что пригласили наш фонд. Действительно, за столь короткий сеанс в целом можно навскидку оценить перспективность проекта по тому, что презентуется, как человек говорит, что делает, какие взгляды там. Видно по крайнему участнику, что четко есть понимание, что и зачем надо. И как бы ты видишь эту разницу. И мы вот работая вот с коллегой Александром, когда ты сотнями проектов видишься, ты сразу начинаешь чувствовать разницу, а кто реально может все-таки сделать это, кто не может, кто-то посередине, вопрос. Проекты в целом интересные, все, ну, прям все не из нашего фонда, ой, не из нашего фокуса инвестиционного, но в целом можно найти для каждого инвестора что-то интересное для себя. Спасибо. Четкие ребята, четкий алмаз. Спасибо, Алмаз. Александр. Да. Вопрос какой-то будет? Ну, нет, нет. Мы уже завершаем, так сказать, эфиры и резюмируем твою встречу с нашими стартапами. Что можешь сказать? Могу сказать, что, ну, во-первых, я тут далеко не первый раз, и круто отмечать, что уровень растет. Ну, то есть, когда я приходил сюда первый раз, то стартапы были на уровень пониже, а сейчас они все выше, выше, выше. И это круто, это, в принципе, означает, что, ну, я надеюсь, что уровень в целом по стране вообще вот тех вот стартапов и венчуров, он как бы, ну, маленько подтягивается, подрастает, это круто. Вот сегодня, как вот коллега уже говорил, что пришли, ну, ребята интересные, ребята пришли сильные в своих сферах. Снова-таки, им нужно искать под себя фокусных инвесторов, но у каждого из них, в принципе, есть шанс его найти. На стартап шоу? Да, на стартап шоу. Конечно же, где же еще? Конечно. Вот, есть проекты, которые вообще без перспективы абсолютно, но таких сегодня не было, и это круто. То есть, ну, тут каждый имеет право на жизнь, и каждый, в принципе, очень даже может выстрелить. Вот, а особенно, ну, для себя я уже отметил, что это вот последний проект TES, я прям буду интересно его изучить, потому что я прям его не слышал, и мне не нравится их стратегия по маркетингу, потому что это неправильно, что типа про нас не знают. Ну, я предложила, да, я предложила, ребята, немножко пересмотреть свою стратегию, подготовиться, может быть, в финале, как раз-таки у нас будет в финале, в членах жюри как алмаз, и, может быть, ребята доработают, и ты скажешь на финале, что ребята, все, вы мои. Да, а так было прям круто, спасибо. Спасибо, Александр, спасибо, Алма, что были с нами сегодня в этом замечательном эфире. Спасибо, уважаемые зрители, спасибо стартапы за ваши уникальные проекты, поэтому мечтайте, дерзайте. Оставляйте заявки на стартап-шоу, у вас есть буквально где-то 15-16 дней еще попасть в финал 22 февраля, который пройдет в цифровом деловом пространстве. Финал стартап-шоу. И также вначале, если вы внимательно смотрели наш эфир, мы разыгрываем суммарно 28,5 тысяч рублей. А как их получить и на что потратить? Перемотайте, посмотрите начало эфира, и у вас есть уникальный шанс включать в интерактив наших эфиров, подписываться на канал YouTube, Instagram, Facebook, оставлять комментарии, в YouTube жать на колокольчик. То есть максимально включайтесь наш интерактив и выигрывайте наши призы. Ну, а мы с вами прощаемся буквально ровно на неделю. До скорых встреч, вам хорошего вечера, хороших выходных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok